Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов. Выехали на очередной монтаж. На улице перед вами дымоход кирпичный. С этой стороны вы видите, что он начал разрушаться. Дымоход используется под газовый котел. Круба, конечно, не загильзованная, кирпичная. Я зайду сейчас к котельне, вам покажу, какая ситуация у нас там, какой котел висит и поднимусь на крышу, покажу очередной раз, как разрушается кирпичная кладка после того, когда вы включаете дымоход. Будет твердо топливо, эти проблемы становятся немножко попозже. Газовый котел газы просто в течение двух-трех лет разрушают пищную кладку под аварийной ситуацией. Нахожусь сейчас в котельне. Перед вами котел для газового отопления. И вот такой вот оцинкованный угол стоит. Видите, в нем уже отверстие, крызняк. Он простоял этот сегмент три года. Два с половиной три года. То есть два, максимум три сезона. И просто завели этот угол в кирпичную шахту, в силикатный кирпич. И все на этом. Никто загильзовывал, не загильзовывал. Как вот осталось, так и сделали. Результат на улице вы видели. Сейчас я поднимусь на крышу, покажу вам красоту с обратной стороны. И вот такая красота теперь перед вами. А я нахожусь на крыше. Полностью дымоход кирпичный развалило. И вентиляцию развалило. И канал, где проходили газы от газового котла. Вот такая красота у нас получилась. Поэтому я сейчас это все полностью демонтирую и поставлю аккуратненько утепленную трубу. А у тех людей, у которых есть сомнения, которые не определились гильзовать дымоход или нет, делайте выводы. Я думаю, после такого видео вы не захотите испытывать судьбу. Хотя может кто-то и пожелает. Поэтому еще раз повторяю. Дымоходы ельзовать нужно. Неважно, под газовый либо потвердый топливный котел. Надо ельзовать. Они разваливаются. Это вам не в пол кирпича шахта. Вот один ряд кирпича, а вот второй ряд кирпича. 120 плюс 120, 240 плюс еще шов десятка. Минимум десятка. Понимаете, какое расстояние? 250 миллиметров просто съело, разъело силикатный кирпич белого цвета. И рядышком вентиляция стоит. Ее тоже коснулось. Все. Я работаю, покажу, какую работу я сделаю, как решу эти моменты рабочие. Вы смотрите и наблюдаете. Если я вам хочу показать, что вы понимали, что если такой дымоход упадет, реально, это очень плачевные последствия. Потому что, видите, вот так он весь держится. То есть он в таком всем состоянии. Только все я руками двигаю. Если здесь я упрусь, то цена просто завалится. Разбираю потихоньку шахту. Вот такая вот у нас прямо труха. Вот видите, да? Такая кислота полностью разъедает. Шахту, которую я видел, я уже за 40 минут где-то ее разобрал. Все руками потихоньку успешаю аккуратненько, не будет травмировать, можно работать. Все. Закончили мы замонтажем кирпичной кладки. Мусора очень много было. Два метра кирпичной кладки. И видите ее размеры, как располагалось. Пол кирпича, кирпич, кирпич, перегородка пол кирпича. Здесь пол кирпича. Вот вид сверху. То есть там, где было расширение, вся кирпичная кладка, она просто умерла. Раствор не держал. 85, где-то процентов 90, я разобрался рукой. Рукой и молотком. И немножко использовал перфоратор. В этом видео я вам показал, как демонтировал кирпичную кладку. А в следующем, конечно, покажу, как можно заменить кирпичную кладку на дымоход из нержавеющей стали. С вами был Дмитрий Михайлов. Подписывайтесь на мой канал. Заказывайте у меня монтаж дымоходов. Покупайте у меня дымоходов. До новых встреч. Пока.